привет всем любителям физики и физического эксперимента с вами андрей щетников и сегодняшний ролик будет посвящен такой странной игрушки которая называется кельтский камень приготовил из дерева по этому камнем назвать язык у меня эту штуку не поворачивается буду говорить кельтская лодочка а по-английски это же игрушка называется реттлбэк погремел и пошел назад и сейчас мы посмотрим как она работает и вот я положил лодочку на стол если завращать ее в одном направлении но у этой лодочки это направление против часовой стрелки то она себе спокойно вращается если попытаюсь завращать ее по часовой стрелке начинает постукивать качаться и делает какую-то долю оборота назад давайте еще раз попробуем увидим то же самое движение стучать и двигаться назад и еще она может двигаться в свою правильную сторону если просто нажатие на хвостик и целый оборот даже чуть больше против часовой стрелки еще раз нажала на хвостик и вот она вращение и некоторые нетерпеливые люди могут сказать что наша лодочка нарушает законы физики поскольку она вращается сначала в одном а потом в другом направлении но я думаю что они поспешили так говорить потому что если бы лодочка остановилась силами трения а потом из состояния покоя начала раскручиваться то это было бы воистине удивительно но ведь она не останавливалась она перешла в качание а потом из этого качания стала вращаться и все это мне напоминает еще одну известную игрушку просто банка внутри которой прикреплена резинка с грузиком и эта банка может кататься по столу в одну и в другую сторону и она нисколько не нарушает закон о сохранении импульса потому что заставляет ее в другую сторону двигаться реакция опоры также и здесь у нас имеются реакции опоры в момент качания которые и приводят к тому что лодочка начинает вращаться ну а на языке сохранения энергии здесь у нас кинетическая энергия банки переходит в потенциальную энергию закрученной пружинки и обратно а здесь у нас кинетическая энергия вращения лодочки переходит в кинетическую энергию качание а потом снова кинетическую энергию вращения хотя конечно заметная часть энергии теряется и на трении и в момент вот этих ударов любоподство ради заснимем это движение на скоростную камеру и мы видим что лодочка начала качаться почти сразу еще в вращении и с одного борта на другой и с носа на корму а потом она притормозила свое вращение но продолжала качаться и вот из этого кончания уже неспешно пошла двигаться противоположную сторону секрет изготовления такой лодочки прост ее киль проходит совсем не по оси корпуса но развернут по отношению к этой оси а вот секреты и движения объяснить совсем не так просто и когда заглядываешь в google академию набираешь поиски реттлбэк и видишь десятки статей линейное приближение нелинейное приближение полное сцепление лодочки с поверхностью отсутствие сцепления и поэтому потери на трение и все это огромное количество формул и думаешь а что я из этого могу здесь объяснить на пальцах как у нас принято ну и так это понимаю что наверное очень немногое но сейчас все таки попробуем посмотреть на то что происходит когда я из неподвижности вывожу лодочку в вращении вот так и и нажимая пальцем и мы видим как в этой продольной качки лодочка все время опирается на свой перекошенный киль попробуем отсюда что-нибудь извлечь и пусть лодочка наклонилась на нас я вот это здесь изобразил она встала на киль вот в этой точке сечения несимметричная и центр тяжести он конечно не в этом сечении находится а там в центре лодочки но тем не менее на этой картинке вид с торца центр тяжести смещен относительно точки опоры и это означает что в этой точке возникает реакция направленная конечно в основном в ту сторону к центру тяжести но у нее есть и азимутальная компонента я здесь прикладываю и это азимутальная компонента крутит сейчас эту сторону лодочки когда лодочка качнется и окажется на другой стороне там все будет симметрично и снова возникнет крутящий момент ну и таким образом лодочка закручивается из начального положения когда мы ее просто качнули рот кросс из сидния у которой позаимствовал это объяснение рекомендует подкрепить его демонстрации вот такой модели это алюминиевая пластинка на концах которой не симметрично закреплены два груза и сейчас мы посмотрим что произойдет с этой пластинка если поставлю на стол и качну толчок и пластинка действительно начинает вращаться в сторону груза попробуем толкнуть сильнее вращение воспроизводится еще один раз видно что вращение вполне систематично так что модель действительно что-то позволяет прояснить но разобраться как происходит перекачка энергии вращательного движения в энергию колебаний это конечно сложности совсем другого порядка посмотрим на этот процесс еще раз в ускоренной съемки и видно как лодка переваливается и с носа на корму и сбоку на бок и понятно что все это очень непросто а кто хочет разобраться с этим процессом во всех деталях ну что же есть статьи можно их изучать есть даже записанная на видео лекция александрова деленовича карпетяна перед студентами мехмата мгу можете заглянуть ссылочка будет внизу и понять чем занимаются настоящие теоретические механики а я для заключительного вопроса приготовил вот эту гнутую ложку кладу ее на зеркало и закручиваю например против часовой стрелки качание изменение направления она продолжает качаться и смотрите еще раз меняет направление своего вращения на третий раз уже не хватило ну что же давайте крутнем ее по часовой стрелке качание изменение направления и опять качание и еще одно изменение направления ну 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 нет все таки она меняет направление два раза но с лодочкой мне этого добиться не удалось как я не подшлифовывал но послушайте если для изображенного здесь смещение грузов относительно келя избранным является направление вращения против часовой стрелки то как лодочка может сменить его на направление вращения по часовой стрелке какие качание и для этого требуется этот вопрос не такой сложный вы можете попробовать на него ответить из самых общих соображений ваши размышления этот отсчет пишите в комментарии к этому ролику на youtube